Музыка Привет, мои хорошие! Хочу пирог с яблоками сделать, но я не показываю рецепт, это я так просто для себя вот и хочу заодно просто поболтать, чтобы мне не было скучно ответить на кое-какие вопросы которые мне задали я уже, по-моему, даже часто упоминала слишком в своих роликах но может быть люди смотрят невнимательно, не до конца ли и поэтому задают постоянно эти вопросы замужем ли я? нет, не замужем отвечаю я для себя уже прожила свою жизнь, как говорится ту, которую хотела больше я не хочу что-то про детей дети у меня все определенные я это уже тоже рассказывала все они живут далеко от меня они в Самарской области а я в Краснодарском крае так что тут конечно, хотелось бы мне поближе я уже говорила неоднократно ну, получилось так жизнь сложилась ничего от этого теперь уже не сделаешь отсюда я не хочу уезжать мне нравится единственное, что, конечно вот я говорю нету никого близких здесь родственников но мне здесь нравится дети иногда приезжают ко мне в гости тоже очень редко то отпуска не дают то еще какие-то проблемы то дети учатся то маленькие ну, в общем-то вот так вот а какое мое хобби не знаю мое хобби, наверное, вот я мне нравится снимать видео монтировать видео нравится я с удовольствием это делаю вот это, наверное, самое большое мое хобби ну, иногда нравится я не всегда но иногда мне нравится что-то с цветами заниматься выращивать и то это бывает, как говорится по настроению иногда прям вот аж когда весной пахнет хочется позаниматься с цветочками и со всеми так хочу густое тесто сделать вот не знаю думаю, муки хватит или не хватит что-то не купила муки я думала у меня тут есть печь не собиралась вчера купила яблок 2 килограмма вот захотела пирога с яблоками вот теперь сижу и тут и думаю хватит мне или не хватит муки то кефир остался у меня то еще что-то думаю ну, что-то надо же не выбрасывать чтобы куда-то определить вот ну, я думаю что я ответила на эти вопросы какое хобби ну, иногда вязать раньше вязала сейчас что-то я и вязать не особо не могу не знаю вот знаете или настроение или периоды какие-то в жизни вот иногда прямо вяжешь вяжешь и не оторвешься а иногда ну, никак себя не можешь заставить ничего на ум не идет не знаю вот нет такого особого сейчас желания раньше игрушек сколько вязала пинеток носочка все пораздавала сейчас нет желания особого не знаю может быть придет то время что опять вот тоже я жду как говорится внучка должна родиться надо бы в принципе вязать сидеть бабули а я никак не могу вот не знаю что со мной происходит честно говоря то прямо говорю не оторвешься а то вот ну, нет желания такого может быть нет ниток красивых у меня бывает что когда вот увидишь красивые нитки загоришься и все и начинаешь вязать может быть и эта причина такая вот ну, надеюсь получится хорошее тесто у меня да так я думаю что-то правда мне так захотел пирога вот как можно себя удержать вот я начала сегодня день думаю я не буду ничего мучного есть съела яблоко не наелась чай попила с сыром без несладкий опять голодная вчера в аптеке тоже женщина разговаривалась она в аптеке работает там и в общем про похудение я брала пачку льна у меня заканчивается лен я думаю надо еще дополнительно взять лен вот ну конечно надо меньше сладкого есть и все это понятно сегодня она посоветовала отварить гречку не отварить а запарить гречку и с кефиром но кефир я не могу пить просто не могу с чем-то другим я значит просто так поела его сухой запарился он за час нормальный такой и варить не надо но я это как бы сказать ну голодная как сказать по-другому голодная у меня вот эти яблоки смотрю я думаю ну что и кефир пропадает сделаю я пирог говорю яблочный вот так вот я недавно смотрела передачу по телевизору такая была днем передача по поводу как бы помягче сказать насилия в доме домашний насилие вот это вот все у нас у нас мужчины бывают бьют какой-то закон они там все придумывают что они там подтверждают утверждают но вот это я смотрела в эту передачу ну и вот думаю какого вот фига да их никогда этого человека не переделаешь и не перевоспитаешь если его в семье мне кажется так это мое конечно только личное мнение если его в семье в своей раньше неправильно воспитали если он видел вот это насилие оно мне кажется так и останется на всю жизнь нельзя наверное воспитать человека перевоспитать вернее если он того сам не хочет нормально жить а его хоть сажай на 15 суток вот они придумали первый раз 15 суток что толку выйдет он отсидит эти 15 суток выйдет злой как собака еще хлеще и начнет мне кажется все то же самое еще больше будет злиться может быть и ударить побоится я не знаю а может и ударить напьется не соображая вот мне кажется если вот человек любит свою женщину это вот поговорка есть если бьет значит любит ни хрена вот если бьет не любит он вас просто не любит надо бежать от таких людей когда полюбит он не посмеет свою женщину мне кажется тронуть а то что они кричат на следующий день вот напились значит повыступали побили поколотили а на другой день он может попросить прощения и все это у них знаете мне кажется просто страх страх остаться одному боится кто и чего и как где такая жертва еще такая дурочка попадется как вот да жена его или сожительница где такую еще найти надо найти ее а ему нужно будет эта потребность поэтому он старается держаться а это не любовь это не любовь потому что я вот знаете тоже жила как говорится с одним пока отрезаю вроде все нормально все хорошо все люблю и понимаю и все как только выпил все сначала ласковый потом как это говорится начинается в нем просыпаться зверь он уже не знаю что ищет какие-то поводы какие-то придирки вот и так хватит что ли месить и все по новой возобновляется и мы так прожили это я с последним так 6 лет наверное 5 или 6 лет прожили но я вот чувствовала и понимаю что наверное все-таки не может человек любить не любит и потом как-то уже мы с ним разбежались все и просто вот случайно встретились посидели поговорили и вы знаете вот он тогда уже только честно он мне сказал что действительно он меня никогда и не любил он искал во мне ту женщину которую первый раз он полюбил наверное в жизни но они разошлись и он постоянно вот что-то придирался искал то прическа не такая то там еще что-то не так то покрас вот этот волос там в такой-то цвет то еще но он выискивал он надеялся может быть что я буду той женщиной но этого же не произойдет никогда ну слава богу что хотя бы он мне потом уже признался что действительно он меня никогда не любил поэтому говорит а я и руки распускал вот так так что если так вот женщины кто живут и мужики их лопят бьют не думайте что это у него такая любовь и только и только только вот нет и я его и кодировала я его как бы это пыталась каким-то бесполезным человек болен уже бесполезно я же говорю пока вот он мне постоянно то душил то руки выкручивал то блин ружье он у меня наставлял вот представьте вот в каком можно было состоянии находиться да чтобы после этого я еще жила с кем-нибудь насрать пусть живут сами по себе пусть живут те кому так нравится я больше не хочу я даже сейчас когда вот вижу пьяных мужиков кого-либо меня уже давление сразу поднимается мне начинается психоз колотить начинает меня на хрена мне такая жизнь нужна извините что я так выражаюсь но на самом деле это так я надеюсь дети меня не смотрят зачем мне такая жизнь нужна поэтому я нет пусть мне трудно да бывает трудно тяжеловато одной но по крайней мере я вот сама себе хозяйка я захотела пошла куда захотела полежать полежала что-то посадить надо посажу поухаживаю за помидорами огурчиками сама для себя все равно если даже жила бы я с кем-то вот заболей больная жена никому нафиг не нужна ни больная сестра не нужна ни как говорится ни жена не нужна никто и никто за тобой ухаживать не будет а еще хуже могут только издеваться знаю что у нас вот родственница одна муж у нее тоже пил бил ее побивал как говорится и она слегла когда заболела так он ее и добил поэтому конечно выбор это не совет никому ничего а просто это мой выбор такой и тут должен каждый сам за себя решать нравится если вас бьют ну что ж это ваша жизнь если вы не дорожите и не любите сами себя значит так оно а вот эти вот указы приказы там что-то какие-то да никто их не сможет перевоспитать никто хоть проводи с ними работу они да соглашаются все вроде бы понимают а потом все заново начнется если уже человек так воспитан это уже надо мне кажется с нуля воспитывать человека это с самого рождения а если этого не происходит то то и говорить нечего так ну немножечко я яблочки порезала сейчас пока немножко тесто отдохнуло у меня получается опять у меня длинный разговор болтаю ну здесь такая тема что по-другому мне кажется ничего не получится я с этими как говорится женщины некоторые вот надеются что вдруг исправится вдруг это что-нибудь все это пройдет ну может быть и пройдет когда будет ему лет 80-70 когда уже как говорится никому не нужен а ухаживать за ним надо тогда может быть он и одумается я не думаю что они смогут исправиться но это мое личное мнение так что я говорю должен каждый принимать и знаю что некоторые женщины ради того чтобы муж вернулся вот были такие случаи вот у знакомых и идут понимаете идут к этим к страсенсам к гадалкам куда угодно идут как говорится хотят вернуть мужа пожалуйста сделайте что-нибудь чтобы ко мне муж вернулся вот девчонки иногда молодые тоже это конечно уже совсем другая тема но я уже все до кучи призывают что вот парень вернулся к ней да и все счастья это все равно уже не будет нельзя насильно заставить полюбить себя поэтому надо остерегаться оберегаться и не делать глупостей куда поставить не знаю мешается не развернешься тут как сказать вот так вот и вот тоже знакомые это я ей тогда предупреждала не делай не ходи иначе он тебя все равно уже бросит ну год прожили родила ребенка еще одного и в принципе все и он ее все равно бросил через год не выдержала уехала и получается ну как можно жить с человеком если не любит да это все равно насильно удержать у себя невозможно людей или будет бить издеваться и сам мучиться ее мучить детей мучить и все равно уйдет тут все должно как говорится с головы идти если человек головой своей пока начнет думать тогда только может быть что-то и получится а если он не понимает или живет опричь души ничего хорошего не надо ждать здесь ничего не получится надо всегда я говорю не переступать никакую грань молодые вот иногда не понимают надеются как только переступил эту грань все я же уже объясняла как-то раз и говорила что-то я где-то вычитала в какой-то я не знаю где не могу сейчас вспомнить и сказать точно что вот это они у нас гости приходит к нам бор дает нам как говорится мужа это гость наш и относитесь к нему как к гостю может быть тогда что-то получится слепила вот такой вот пирог я не знаю хотела как красивее но тут остатки оставались думаю что их лепешкой делать не захотела в общем вот так вот налепила тут квадратики пойдет я же сама буду есть не на выставку если будет вкусно то я обязательно потом рецепт просто тесто покажу вам ну и хочу закончить наверное потому что слишком большой блок получается опять про вот это насилие если вот женщина не может ударить мужчину она действительно жертва и ей надо бежать а если может его сдачи дать ему как правило тогда еще терпимо еще можно как говорится а если вот как я такой человек да мне кажется мне их жалко мне кажется ему больно же будет если я ему чем-нибудь ударю будет больно мне его жалко и я терпела спрашивается зачем не знаю надеялась что исправится нифига не исправился и не исправится никогда вот так вот потому что не я такая одна у него хоть и с другой тоже самое будет делать я знаю что если женщина дает сдачу как следует мажет ему только тогда как говорится им больно будет когда почувствуют тогда они немножечко будут побаиваться распускать руки а если сдача не дает это все беда потому что такие мужчины они очень трусливые честно говоря он с мужиком не пойдет драться никогда такой мужик не будет с мужиком драться потому что он боится боится боли боится что его забьют победят а с женщиной он справится поэтому он туда и направляет все свои силы и все свои энергии хочет себя показать что он мужик а я считаю что это не мужик вот а просто как говорится трусливый человек который за счет женщины хочет свою вот это вот показать букву я ну вот мои хорошие ладно все может быть покажу еще пирог когда испекется не знаю точно спасибо что вы побыли со мной спасибо что вы меня послушали если кто слушал ставьте лайки делитесь с друзьями своими если захотите конечно насильно мил не будешь и давайте до новых встреч возможно что-то еще вот ну пока вот у нас погода такая что идет снег снег засыпает сейчас нас вчерашний день и сегодня весь день прямо снег сыпет невыносимо все замело я уже устала дорожки сегодня чистила чистила а снег сыпет что толку ну все пока пока до новых встреч